Итак, я всех приветствую на своем канале Дюньфам и Дюньфам, и с вами Лена. Как вы поняли из названия, сегодня пойдет о последней королевской свадьбе, которая произошла в Люксембурге. Как раз в эти дни я тоже была в Люксембурге и смогла пережить все переживания, подготовки и, конечно же, само ощущение этой королевской свадьбы. Последний наследный принц Европы оказался наш люксембургский принц Гиом. И в отличие от других принцев, он себе в жены выбрал прекрасную же Суфи Дюрануа. Семейство Дюрануа — это старинное графское семейство Священной Римской империи. Конечно же, эта девушка, может, каким-то параметрам более внешним не всем нравится. Допустим, моей маме, может, она не очень нравится. Мне очень импонирует то, что он выбрал именно Суфи, потому что в ней действительно, помимо того, что она графских кровей, она себе и ведет по-графски. В ней есть какая-то грация, вот что-то вот такое. Она как бы тянется к народу, но с той же стороны в ней видно вот эта голубая кровь, без того, чтобы она там кем-то не пренебрегала, вот именно в положительном смысле. Мне бы хотелось, конечно же, пройтись вот с вами по свадьбе этой, к сожалению, не могу я показывать, потому что у меня нет права. Гражданская часть брака произошла в пятницу, 19 октября. И произошла она не по традиции во дворце, а произошла в ратушет. Суфи был такой вот костюм, я не знаю, если он от Шанель, но, во всяком случае, он очень напоминает этот стиль. Такой элегантный, собранный белый костюм. Но если мы уже будем говорить о самой пышной свадьбе, о церемонии, то это произошло 20 октября, в субботу. И с вами я вот сейчас буду проходить все эти фотографии. Взяла вот такую вот газетку. Вообще, на удивление было, что церемония прошла утром, а после обеда уже всем раздавали вот такую вот газету. «Люксом Бакуат» — это как бы национальная газета, где, как вы видите, вот вся церемония. Перейдем, наверное, к самому интересному пункту. Это, конечно же, платье Суфи. Я думаю, что с этим женщинам очень интересно узнать, в каком же платье она ушла замуж. В общем-то, платье такое вот ажурное, такое вот кремовое нежное ажурное платье, вышитое жемчугом и пайетками. 50 тысяч было жемчуга и 80 тысяч пайеток. Это платье создал Эли Сааб, такой вот дизайнер. И, конечно, дополнила она это платье вот такой вот семейной диадемой. Само венчание произошло в Нотр-Дам, в Ду-Люксамбург. У нас тоже есть Нотр-Дам. И я помню, когда я только переехала в Люксембург, это одно из первых мест, конечно, которые вы посещаете. Меня очень заинтриговало это место, потому что это кафедраль, да, она высокая, но она довольно маленькая, очень такая уютная, красивая. И, да, помню, что меня эта кафедраль тогда впечатлила. И сама церемония началась с панихиды, потому что, к сожалению, София потеряла свою мать два месяца назад. И для нее очень тяжело, что ее мать не смогла ее поддержать в этот такой вот торжественный момент. И вообще потеря матери, это очень тяжело. Но сам поцелуй на балконе вообще превозошел себя, потому что настолько вот было эмоционально, трогательно. Знаете, как обычно происходят королевские свадьбы, как бы они так видели совсем коротко, прям целуются или что-то такое. Здесь было видно такой конкретный яркий поцелуй. С одной стороны, как бы они, конечно же, очень хорошо себя держали по-королевски, но была любовь видна со всех сторон. Это нежность в глазах, это... Глаза не скрылись, и видно было, что они были действительно счастливы. То, что это брак по любви. И вообще весь народ Люксембурга ликовал, и просто радовался, конечно, этому событию. Стоило, конечно, оно очень-очень дорого, но... Вот. Фотографии молодожен были просто, ну, прям везде-везде-везде, и в каких-то ловчушках, и в магазинах, и везде. Понятное же дело также, что было очень много гостей из королевских семей соседних стран, и вообще всей Европы, то есть из каждой семьи все-таки кто-то приехал в Люксембург. Поэтому немножко все были так на остриях, и полиция очень сильно боялась их, и полиции было очень много также. Вот. Вечером в честь молодожен также был, да, на конце. И, конечно же, салюты, куда уж без них, в такой явный праздник. Мне также понравилась монограмма, которая была создана для Гиома и Софи. Это была королевская корона, именно корона Люксембурга, и под ними были нецелы. Эти монограммы были вот на флагах по всей улице в центре. Надеюсь, что видео вам понравилось. Большое вам спасибо за внимание, и тогда до следующего. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok